В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Владимирского роддома номер 2 около каждого малыша установлен монитор. Он отслеживает не только частоту сердцебиения, но и уровень насыщения крови гемоглобином. А этот аппарат называется лучистое тепло. Безопасный источник тепла особенно необходим, когда ребенку нужно поставить капельницу. Все эти медизделия попали в черный список проекта постановления правительства России. Если он будет принят, с 1 апреля в нашу страну будет запрещен ввоз иностранной медтехники. Председатель комитета ЗС по материнству и детству депутат Ирина Кирюхина находит доводы в пользу этого документа. Очень много стали выпускать Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург выпускают, там даже ЦДУГУ и то уже у нас делают в стране. И я думаю, что, конечно, надо дать дорогу для наших товаропроизводителей. Во-первых, это зависимость от стран Запада, от их санкций. Мы будем защищены. Еще один плюс увеличения сбора налогов и рост прибыли на отечественных предприятиях. Но на этом положительные моменты заканчиваются. Как главврач второго роддома, а не представитель власти, Ирина Кирюхина считает постановление слишком категоричным. Только для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных по программе модернизации здравоохранения в прежние годы было закуплено оборудование на 15 миллионов рублей. И практически все оно иностранное. Лучшие дефибрилляторы в мире, как считают специалисты, делают немцы, а инкубаторы для новорожденных – шведы и японцы. Но не россияне. Все равно мы хотим, чтобы у нас в стране было то лучшее, что создало человечество земного шара, а не только нашу. Но если россияне не смогли это создать, а это есть. Что делать, если для иностранной медтехники невозможно будет купить расходные материалы? Через несколько лет уже поставленное оборудование морально устареет. Сумеет ли наш производитель так быстро вырваться вперед и обогнать ведущие мировые фирмы по качеству? Мы бы, может быть, поменяли на другой иностранный бренд, который движется вперед, и у них там есть и более совершенно, а нам придется покупать шутер российский. Вот это вот есть, конечно, такое последнее, что мы не сможем продолжить модернизацию этого кабинета. Открывают черный список мимо промторга антисептические салфетки, завершают его микрохирургические инструменты для коронарной и сосудистой хирургии. Всего 67 наименований. Разработчики документа заявляют, что хотят запретить ввоз только того оборудования, аналоги которого уже производят в России. Между тем, согласно данным экспертов, пока российские производители медтехники обеспечивают госзакупки всего лишь на 23%. Топ-менеджер аналитической компании приводит цифры за 2013 год. Одних только томографов в Россию ввезли на 180 миллионов долларов. Это говорит об очень большом объеме импорта в Россию этой техники. И в первую очередь потому, что аналогов до сих пор такой сложной техники в России не существовало. Как этот спрос в мгновение может быть заменен чем-то другим, а все мы заботимся о своем здоровье для того, чтобы наш диагноз был произведен точно и качественно. Это, конечно, большой вопрос. Ассоциация международных производителей медицинских изделий подготовила официальное письмо в правительство России. Ее члены просят пересмотреть жесткие санкции. Для эффективного достижения целей, заявленных в обосновании проекта постановления правительства Российской Федерации, необходимо сфокусировать усилия всех участников рынка и регуляторов на разработке мер стимулирующего, мотивационного, а не запретительного характера.